Мария Большакова, исполняющая обязанности заместителя генерального директора регионального содружества в области связи, сегодня нам расскажет про всемирную встречу на высшем уровне по вопросам информационного общества, историю, перспективы и связь с глобальным цифровым договором. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. И кратко представлюсь. Да, Мария Большакова, сейчас уже исполняющая обязанности заместителя директора регионального содружества в области связи, а до этого 8,5 лет работавшая на администрацию связи Российской Федерации. И сегодняшняя лекция, как вы понимаете, которая посвящена ВОО и глобальному цифровому сотрудничеству, конечно, помимо общей информации, которая, скажем так, она нейтральная и безоценочная, и, конечно, вы получите от меня ряд соображений, но в таком государственническом преломлении. С вашего позволения я начну демонстрировать экран с презентации. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества, или кратко ВОО, именно эту аббревиатуру мы будем дальше использовать в рамках лекции, так что запоминайте ее сразу, это институт или даже процесс, созданный и поддерживаемый Организацией Объединенных Наций. Ее работу организует Международный союз электросвязи. Он входит в состав ООН и является специализированным агентством по электросвязи и информационно-коммуникационным технологиям. Вообще, начало дискуссии о построении информационного общества можно проследить уже практически четверть века назад. Тогда, во время обсуждения положений принципов Окинавской хартии глобального информационного общества, которую тогда разрабатывала Большая Восьмерка, и они в 2000 году утвердили эту хартию, начался процесс обсуждения, и он был вынесен на уровень генассамблей. Таким образом, своей резолюцией 56-183 Генеральная ассамблея решила, что саммит пройдет в два этапа. Это Женева, 2003 год, и Тунис, 2005 год. Пока вернусь. Собственно, Международному союзу электросвязи было поручено играть в подготовительной работе ведущую роль, но, естественно, сотрудничая с другими организациями и партнерами. Для чего вообще нужен был саммит? Целью саммита была идея о том, чтобы привлечь на самом высоком уровне внимание к возможностям, которые дают ИКТ, попытаться гармонизировать подходы к развитию информационно-коммуникационных технологий, поговорить о том, как их распространить и при этом безопасно использовать. Ну и как главная цель – это создание информационного общества с равными условиями для всех граждан. Два этапа форума позволили провести саммит в одной из экономически развитых и в одной из развивающихся стран. Мы помним, это города проведения Женева-Тунис. Соответственно, весь спектр вопросов, касающихся информационного общества, был максимально широко обсужден. Мы слышали голоса и развитых, и развивающихся стран. И, конечно, два этапа для такого крупного мероприятия позволило разработать конкретный план, который потом и до сих пор реализуется на разных уровнях. До сих пор я могу сказать, что саммит выделяется среди других мероприятий как количеством участников высокого уровня, но и, соответственно, степенью подготовки. Два этапа с перерывом в два года – это был очень мощный процесс. Был сформирован подготовительный комитет, на региональных уровнях велась подготовка. Ну и поскольку мы помним, что Международный союз электросвязи был назначен главным по курированию этого процесса, в нем тоже была создана специализированная рабочая группа, которая сначала готовилась к этому саммиту, а потом отслеживала выполнение его решений. И здесь мне отрадно отметить, что этой группой на протяжении почти двух десятков лет, вплоть до осени 22-го года, руководили россияне. Итак, поговорим о первом этапе. Это Женевский этап, это 2003 год. На тот момент были приняты декларации о принципах, это построение информационного общества, глобальная задача в новом тысячелетии. Мировые лидеры подписали выходные документы 12 декабря, и именно там был заложен фундамент зарождающегося информационного общества. Важным аспектом, я бы сказала, важнейшим аспектом является план действий ВОО, где были поставлены ограниченные по времени цели, достижения которых, собственно, должно было помочь реализовать те декларации, которые содержались в принципах, поддержанных на саммите. Ну, и гражданское общество тоже приняло свой документ, это декларация гражданского общества по поводу ВОО, но этот документ, он, в общем-то, так и остался, ну, не то чтобы нереализованным, он содержит такие достаточно общие вещи, которые потом найдут и в других документах отражение, но в целом на нем я предлагаю не останавливаться. Итак, почему важен план действий? В нем были сформулированы так называемые направления деятельности ВОО. Их 11. И каждая из них представляет собой ключевые элементы формирования информационного общества. Сейчас принято считать, что направлений деятельности 18, потому что, как вы видите, седьмое направление, это приложение на базе ИКТ, оно содержит подпункты, но сейчас мы, когда рассматриваем усилия по этим направлениям, мы, конечно, рассматриваем их не как подпункты, а как целое отдельное направление, потому что именно эти вопросы, которые вроде бы были под вопросами, сейчас на острие, особенно с точки зрения достижения ЦУРа. Итак, давайте кратко пробежимся. Первое направление деятельности – это работа органов государственного управления и заинтересованных сторон по применению ИКТ в целях развития. Второе – это информационная коммуникационная инфраструктура. То есть, понятно, что это основа для развития информационного общества. Доступ к знаниям информации, создание человеческого потенциала, чтобы можно было строить это информационное общество. Естественно. И на это я тоже попрошу обратить внимание. Это укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ, которое тоже дает большую пищу для размышлений, является довольно важной отправной точкой для многих дискуссий, которые продолжаются и сегодня. Благоприятная среда для развития информационного общества. На седьмом мы уже с вами делали акцент на «Вместе с тем». Это приложение на базе ИКТ, то есть это развитие электронного правительства, бизнеса, обучения, здравоохранения, занятости, окружающие среды сельского хозяйства и научной деятельности. Как вы понимаете, на седьмое направление деятельности нашло достаточно активную реализацию. Когда случилась пандемия, вы все знаете, что в этот период именно было активное развитие многих сервисов, потому что других вариантов просто не нашлось. Но, как всегда, развитие через потрясение – это не новость. Восьмое – это культурное разнообразие, культурная самобытность. И здесь важно – это тоже сохранение языкового разнообразия местного контента. СМИ – этические аспекты информационного общества и международное региональное сотрудничество. Собственно, усилия по этим направлениям ведут к достижению согласованных на международном уровне целей развития путем, соответственно, содействия применению продуктов, сетей, услуг, приложений на базе ИКТ. И подразумевается, что усилия должны помочь странам в преодолении разрыва в цифровых технологиях. Ну и само информационное общество, о котором говорится в декларации, и усилия по которым, возможное направление усилий, по которым представлено в плане действий, собственно, подразумевается быть построенным в условиях сотрудничества и солидарностями между органами государственного управления и другими заинтересованными сторонами. Как будто бы что-то похоже на зачатки глобального справа сотрудничества. Но об этом позже. Тунисский этап. Это 2005 год. Он завершился принятием Тунисского обязательства и Тунисской программы по информационному обществу. Скажем так, учитывая, что саммит проходил в два этапа, и люди уже имели возможность понять, а как, собственно, строятся дискуссии вокруг выработки итоговых текстов, было ожидаемо, что второй этап будет труднее, договориться будет труднее, потому что уже стало понятно, что даже на таком верхнем уровне могут быть заложены документы, которые не будут просто про бла-бла-бла, но все-таки потребуют от подписавших определенных усилий. И здесь я скажу, что сложность в ходе тунисского этапа состояла, в первую очередь, не только в обсуждении принятия решений, но даже в самой постановке вопросов, которые должны были быть рассмотрены. Первый вопрос – это информационная безопасность. Второй – это управление интернетом на равной основе с особой ролью государства. По обеим темам наблюдались острые противостояния между развивающимися странами и странами, скажем так, западной коалиции во главе с США. Штаты, в принципе, не хотели обсуждать эти два вопроса. Ну, собственно, тоже можно их было понять. У них законодательные вопросы управления интернетом уже были закреплены в рамках национального права. Собственно, их это устраивало, полагаю, устраивает до сих пор. Ну, и зачем было что-то менять? Но поскольку это был саммит на высоком уровне, и развивающиеся страны, и тогда Россию очень поддерживал этот фронт и продолжает поддерживать его сейчас, были настроены решительно. Конечно, тогда западным коллегам пришлось немножко подвинуться и, скажем так, сгенерировать компромиссное решение. Так получилось, что в соответствии с тунисской программой правительство стран обязались использовать модель управления интернетом с участием многих заинтересованных сторон, и, что важно, был учрежден форум по управлению интернетом. Именно тунисская программа заложила основу для признания роли различных заинтересованных сторон в управлении интернетом. Это и техническое сообщество, и межправительственные организации, бизнес, гражданское общество, правительство. И она, кстати, разработала рабочее определение управления использованием интернет. Вы можете увидеть его на слайде. Это означает разработку, применение правительства на частном секторе и гражданским обществом в рамках исполнения своих соответствующих ролей общих принципов, норм, правил, процедур принятия решений и программ, которые формируют условия для развития использования интернета. Вообще здесь я остановлюсь подробней по поводу модели управления интернетом с участием многих заинтересованных сторон. Наверняка, учитывая специфику и тематику того курса, который вы сейчас проходите, я же предполагаю, что вы этим вопросом, конечно, интересовались. Но хочется поговорить об этом немножко больше, потому что сама тема здоровой модели управления интернетом, она является острой на протяжении долгого времени и, как мне предполагается, перестанет быть таковой очень нескоро. Итак, модель управления интернетом с участием многих заинтересованных сторон. Или multi-stakeholder model, или у нас очень часто мы это видим даже уже в русскоязычных материалах просто по-русски написано multi-stakeholder модель, что, конечно, не очень симпатично, но хорошо запоминается. Это основа открытого, безопасного, функционально совместимого интернета. И, собственно, вопрос-то в том, что интернет как сеть, она объединяет множество других сетей, управляется посредством распределенной системы, и, соответственно, мы понимаем, что успех функционирования является результатом сотрудничества между многими заинтересованными сторонами, от которых, в принципе, зависит работа системы. Тунисская программа как такова, и потом это было подтверждено через несколько лет, она и гарантирует, вот те принципы, которые там заложены, они гарантируют возможность продолжения сотрудничества между заинтересованными сторонами. Но это будет потом оспариваться, об этом мы поговорим чуть-чуть позже, но в целом мы понимаем, что за прошедшие годы модель управления интернетом с участием многих заинтересованных сторон в общем-то доказывала способность к адаптации, потому что понятно, что за счет того, что все стороны, которые определяют правила в этой области, это правительство, бизнес, гражданское общество, техсообщество, они работают вместе, по идее вместе участвуют в обсуждении, вырабатывают стандарты, политики, которые и позволяют развивать интернет. В идеале мультистейкхолдерная модель гарантирует, что интернет всегда будет единым, совместимым, безопасным, стабильным и отказоустойчивым. Дальше. Если вернуться к ключевым аспектам тунисской программы в целом, то в ней было выведено решение осуществить через 10 лет, то есть в 2015 году, общий обзор выполнения решений ВОО. Также на этапе Туниса был определен перечень координаторов по каждому из направлений деятельности Женевского плана, вы помните, их 18, мы их обсуждали. И также были определены координаторы по каждому из направлений деятельности. Это было закреплено напрямую в Тунисе, одними из ведущих стали МСЭ, ЮНЕСКО и ПРООН. Итак, также Тунис определил, что эти координаторы должны не просто работать, но они должны координировать свои усилия в рамках специальных встреч. Соответственно, первое собрание координаторов прошло в 2006 году, и уже в 2009 это собрание координаторов было переформулировано. С целью мониторинга и реализации решений ВОО был создан форум ВОО. И с 2009 года по инициативе МСЭ при поддержке группы по информационному обществу ООН форум стал одним из крупнейших отраслевых мероприятий в области связи. Он, соответственно, ведет работу по анализу деятельности того, что, собственно, происходит по направлениям деятельности. И сейчас это очень широкий форум, в котором каждый год принимают участие несколько тысяч человек очным, еще больше. Дистанционный ближайший такой форум состоится в самом конце мая. Кстати, если кому-то интересно, тоже загуглите форум ВОО. Очень много сессий является открытых, с очень быстрой регистрацией. Просто чтобы получить ссылку на Zoom, обсуждения там идут. Всегда достаточно интересные и актуальные. В том числе там обсуждаются вопросы, связанные с глобальным цифровым договором. Собственно, этот форум этого года, он проходит под названием «Мероприятие высокого уровня форум ВОО плюс 20». Мы поговорим позже, почему именно так называется этот форум. И там тоже будут достаточно интересные, важные для сегодняшнего нашего обсуждения и дискуссии проводиться. Итак, поскольку Генассамблея решила, что через 10 лет после тунисского этапа вновь соберутся заинтересованные стороны и должны будут, собственно, понять, а что было сделано за это время. В этом году было подготовлено мероприятие высокого уровня ВОО плюс 10, где представители разных стран, в том числе Россия, на равноправной основе готовили два документа. Это было заявление ВОО плюс 10 о выполнении решений ВОО и разработанную также в рамках ВОО плюс 10 концепцию на период после 2015 года. Первый документ – это анализ того, что было достигнуто за 10 лет сетапа Туниса. И, соответственно, там рассматривали, что было сделано, какие возникли проблемы, какие вызовы встретились на пути. И второй документ – это перечень того, собственно, что и как делать после 2015 года в части, касающейся ВОО. И именно в рамках ВОО плюс 10 было принято решение, что, собственно, процесс будет продолжаться, что он все еще релевантен. Дальше. Что касается итогового документа. Итоговый документ ВОО плюс 10, принятый в 2015 году, он вызвал достаточно оживленные споры, поскольку некоторые страны-члены ООН настаивали на необходимости, в общем-то, доработать тунисскую программу, которая именно в части, касающейся управления интернетом. Аргументирует и тем, что интернетом следует управлять скорее по принципу многосторонней модели. И тут на самом деле для русского языка есть некоторая проблема. Вот он то и то multi-stakeholder. Но разница, собственно, в том, что... Вопрос был в том, что мы хотим модель не с участием многих заинтересованных сторон, а именно многостороннюю модель. Связанные с этим предложения, однако, не получили поддержки. К консенсусу прийти на этот счет не удалось. И в документе ВОО плюс 10 в итоговом было заявлено, что управление интернетом должно по-прежнему соответствовать положениям, выработанным по итогам встреч на высшем уровне в Женеве и в Тунисе. Собственно, почему это так важно? В чем же разница между многосторонней моделью управления интернетом и моделью с участием множества заинтересованных сторон? И вот, собственно, почему ряд положений не дают обширному ряду стран покоя. Давайте разбираться. Сейчас мы быстро пройдем по выдержкам из тунисской программы, именно из раздела управления использованием интернет. Первый важный пункт – 31. Пробегитесь по нему, пожалуйста, собственно, глазами. И что мы видим? Мы видим, что Тунис признает управление использованием интернет в качестве суверенного элемента информационного общества. и подписавшиеся на саммите, собственно, обязались обеспечивать необходимую законность управления его использованием на основе участия всех заинтересованных сторон. И что важно, это последний пункт – в рамках выполнения ими своих соответствующих ролей и обязательств. Вот если уже говорить о ролях и обязательствах, то здесь я попрошу вас обратить внимание на 35-й пункт. Собственно, что было подтверждено, и это самое важное, 35а, что политические полномочия по решению вопросов государственной политики, связанных с интернет, являются суверенным правом государств. И вот это та точка и тот пассаж, который потом и будет обуславливать все складывающиеся после дискуссии. Здесь, кстати, мы в 35-м пункте видим, что чёрко определены роли и обязанности частного сектора, гражданского общества, межправительственных организаций, международных организаций. И дальше вот мы запомнили, да, что 35-й пункт дал государству суверенное право решать вопросы политические, связанные с интернетом. И теперь мы переходим к следующему пункту. Это пункт 69. Я надеюсь, вам полностью видно этот текст. 69-й пункт признал необходимость упрощения сотрудничества в будущем с тем, чтобы правительства могли на равной основе играть свою роль и выполнять свои обязательства в решении вопросов международной государственной политики, касающихся интернета. И дальше такое сотрудничество, как мы видим из пункта 70, должно включать в себя разработку применимых глобальных принципов госполитики, касающихся координации и управления использованием имеющих важное значение ресурсов интернет. То есть мало того, что мы государствам в 35-м пункте А обнаружили, что государствам дали суверенное право решать вопросы политические, касающиеся интернета. Далее им еще предложили посотрудничать на этот счет и посотрудничать не просто так, а разработав глобальные принципы госполитики в этой области. Можно предположить, почему, собственно, такое сочетание формулировок и вызывало обеспокоенности у ряда государств. Так, дальше. И вот здесь мы снова возвращаемся к разнице между моделью с участием множества заинтересованных сторон и многосторонней модели. Мы понимаем, что тексты Туниса дали, ну, в общем-то, особую роль государствам в рамках модели с участием множества заинтересованных сторон. То есть государства решают, остальные подсказывают, консультируют, говорят, как лучше, но решение будет принимать государство. В многосторонней же модели, собственно, которую и хотели предложить в рамках ВОО плюс 10 вместо того, что было предложено в Тунисе, подразумевает, что все сели на равных, у всех равновесный голос и все вместе как-то решили. Ну вот тут такой вопрос на подумать, и, возможно, вы потом тоже поделитесь впечатлениями на этот счет. Здесь поделюсь своими впечатлениями я. Почему, например, модель, предложенная в тунисской программе, на мой взгляд, является рабочей, а многосторонняя модель, где просто все сели вместе, имеют равновесный голос и что-то решили, таковой не является. Для меня все просто. Государства отличаются от всех остальных заинтересованных сторон. Отличаются они одной очень важной вещью. Они обладают не только правами и возможностями, но самое главное, они обладают обязанностями, они несут определенные обязательства перед своими гражданами. Именно поэтому было бы логичным предположить, что именно государства должны договариваться о том, что они могут такое сделать в будущем для того, чтобы интернет классно управлялся и работал, и при этом, чтобы они свои обязательства, например, по защите граждан тоже могли реализовывать. И вообще тоже, конечно, интересно по поводу того, почему, собственно, тунисские положения до сих пор оспариваются и, собственно, все вроде бы мы с вами сейчас обсудили, но все и логично, и путь бы государства решали, но есть нюанс. Дело не только в том, что государство регулирует интернет на национальном уровне. И этого достаточно, и, собственно, все можно дальше не обсуждать. Дело в том, что на момент начала дискуссии об управлении интернетом в рамках этапов ВОО, собственно, единственным учреждением, которое имело какие-то рычаги управления интернетом, это была интернет-корпорация по присвоению доменных имен и номеров. Вы ее знаете как ICANN. Это частная некоммерческая организация, она зарегистрирована в Калифорнии, она была создана в одном из сторонних порядков по решению правительства США и была связана с рядом государственных учреждений упомянутой страны. Ну, соответственно, можно предположить, что, в общем-то, когда у тебя уже есть на национальном уровне организация, которая, в общем, влияет на глобальную сетку, но, наверное, договариваться о чем-то другом, где уже ты чуть-чуть меньше можешь влиять, и не хотелось. Но, как вы понимаете, США выступали против, где США, там и стройный хор поддержки сателлитов, но вместе с тем развивающиеся страны тоже были достаточно уверены в своей позиции. И, собственно, хоть Тунис и остается не всем в радость, но в 2015 году, в декабре, Генеральная ассамблея ООН принимает резолюцию 70-125, озаглавливает ее как итоговый документ совещания высокого уровня генассамблеи, посвященного общему обзору хода осуществления решений в ООО. Ряд важных аспектов дальнейшего обсуждения были обусловлены именно принятием этой резолюции. Во-первых, это аспект так называемого упрощения сотрудничества. По-английски это было enhanced cooperation, по-русски всегда это чуть-чуть тяжелее, потому что это официальный язык, но мы запомним. Упрощение сотрудничества. О нем говорилось в пункте 69, в пунктах 70 тунисской программы. Мы с вами их видели на экране. Собственно, на мой взгляд, это самое упрощение сотрудничества в решении вопросов международной госполитики, касающихся интернет, это и есть то, ну или как минимум является первой итерацией того, что сейчас принято называть глобальным цифровым сотрудничеством. Итак, в резолюции Генассамблеи 15-го года было отмечено, что между государствами-членами существуют разногласия относительно практических шагов по упрощению сотрудничества, как тут предусмотрено тунисским этапом. Ну и, соответственно, Генеральная Ассамблея поняла, что так не пойдет и призвала продолжать диалог работу по упрощению сотрудничества. Что было сделано? Для того, чтобы, собственно, упрощить это сотрудничество, Генеральная Ассамблея попросила председателя одной из комиссий ООН, это комиссия по науке и технике в целях развития, учредить рабочую группу для выработки рекомендаций относительно, собственно, этого упрощения сотрудничества. Это был конец 15-го года и подразумевалось, что не позднее июля 16-го группа будет создана, она должна будет быть обеспеченной участием всех заинтересованных сторон и чтобы еще и были разнообразные позиции, разнообразный опыт. И группа должна была представить обратно в адрес комиссии по науке и технике в мае 18-го года свой доклад. И должно было случиться так, что информация с этого доклада по итогам группы должна была стать основой доклада Генсека по ходу, очередного доклада Генсека о ходе выполнения решений в ООО. Итак, комиссия была создана, она провела пять собраний, последнее состоялось в январе 17-го года и мне посчастливилось на нем присутствовать и активно работать. Для чего мы тогда собирались? Мы собирались для того, чтобы рассмотреть проект отчета председателя о том, как группа работала на протяжении предыдущих четырех собраний в рамках своего заключительного собрания. Он должен был быть представлен в Генассамблее и содержать рекомендации по повышению эффективности процесса упрощения сотрудничества. Внимание последнего собрания было в максимальной степени уделено именно рекомендациям, потому что это то, что от нас требовал генеральный секретариат. Что я могу сказать? Что рекомендации, сформированные в проекте отчета, вызвали тогда большой резонанс, потому что основным из вопросов и одной из рекомендаций, собственно, которая была предложена, это было формирование специального институционального механизма, который объединил во все заинтересованные стороны с целью укрепления сотрудничества в сфере международной политики в области интернет. Пропоненты такого механизма, в том числе и России, говорили о том, что он необходим, чтобы были реализованы положения Туниса, потому что они так и не нашли реализации на практике. И именно этот механизм должен был позволить правительствам на равной основе обсуждать спокойно эти вопросы, естественно, при приглашении мнений всех заинтересованных сторон. Оппоненты этого подхода это США, Канада, Великобритания, Япония, они говорили о том, что уже достаточно существующих механизмов, новые механизмы не нужны будут мешать предыдущей работе, будет дублирование. Есть один нюанс, никто из них никогда не упоминал, что эти форматы подразумевали существующую общую дискуссию, но никак они не подразумевали разработку применимых на глобальном уровне принципов госполитики, касающиеся координации управления использованием имеющих важнейшее значение ресурсов интернет. То есть все забывали о том, что 70-й пункт Туниса где-то надо бы дореализовать. Что еще могу сказать? Конечно, широкую дискуссию тогда вызвало сам формат отчета и эта тенденция она потом в связанных с ООО дискуссиях будет прослеживаться. Сторонники одного подхода отмечали, что в отчете для Генсека должны быть только те вещи, по которым договорились. Спорные моменты, а я могу сказать, что самым важным моментом это роль собственно государственного сектора в формировании политики в области интернет и формирования институционального механизма, в рамках которого собственно госсекторы может сотрудничать, должны были быть вымораны из отчета, потому что консенсуса по ним не было. Сторонники второго подхода, вы их тоже видите на экране, отмечали, что в документе должны быть кратко отражены все элементы дискуссий, но поскольку собственно если мы хотим до чего-то договориться, что то те, кто в дискуссиях не участвовал, должен собственно видеть довольно чистый срез проходящего обсуждения. Да и в принципе сама необходимость отображения разных взглядах в отчете, она и закреплена в резолюции 70-125, я о ней говорила выше. Что я могу сказать, что по итогам трехдневного собрания последний день завершился ближе к полуночи, естественно консенсус достигнут не был. И ни одного документа для передачи комиссии рабочая группа выдать не смогла. Проработав два года, отработав пять собраний, ну собственно вот так сотрудничество и не упрочилось. Дальше, что еще по поводу резолюции 70-125, она надолго для нас станет важнейшей ключевой. она решила, что через 10 лет в 2025 году вновь будет создано совещание высокого уровня, которое будет посвящено общему обзору хода осуществления решений в УИО. Оно предполагает участие всех заинтересованных сторон и внесение ими своего вклада, в том числе в процесс подготовки и проведения оценки хода осуществления решений в УИО, а также естественное выявление областей, где не можем доработать. Мы понимаем, что в 2015 году решили вновь провести обзор это ВУИО плюс 20. Это, собственно, тот самый ВУИО плюс 20, которому будет посвящен форум ВУИО этого года. В 2025 году, как и в 2015, будет заседание высокого уровня генассамблеи, собственно, посвящено общему обзору. Этот обзор, дальше я буду называть его ВУИО плюс 20, так понять не проще, быстрее, предполагает участие всех заинтересованных сторон и внесение имя своего вклада, в том числе в процесс подготовки, проведения оценки хода осуществления решений ВУИО. То есть, мы должны посмотреть, а что, собственно, сделано из Женевы из Туниса. Собственно, в резолюции 70125 рекомендуется использовать документ, который будет принят по итогам совещания 2025 года при проведении обзора хода осуществления повестки в области устойчивого развития. Здесь я немножко отойду от слайда и поясню, к чему это важно. Существует матрица взаимосвязи ВУИО и ЦУР. Она демонстрирует прямые связи направлений деятельности ВУИО, тех самых 18, и ЦУР для дальнейшего усиления воздействия ИКТ на устойчивое развитие. Вы помните, что у направлений деятельности есть свои координаторы. Так вот, каждый из таких координаторов от ООН проанализировал взаимосвязь закрепленного за ним направления деятельности с целями устойчивого развития и их задачи. И получилась матрица, это живой документ. Координаторы при необходимости вносят в него изменения. И, собственно, цель этой матрицы четко установить взаимосвязь между ключевой целью ВУИО, это использование потенциала ИКТ в целях развития, и повесткой дня в области устойчивого развития на период до 30-го года, с тем, чтобы ВУИО также делал значительный вклад в то, как реализуются ЦУРы. Ожидается, что организованные рядом учреждения системы ООН процесса ВУИО плюс 20, это будет вновь многосторонний процесс, и целью процесса будет разработка основы на консенсусе, опять же, текста концепции ВУИО на период после 25-го года, как то было 10 лет назад. Этот текст должен послужить вкладом на совещание высокого уровня во время сессии Генассамблеи 25-го года. Вообще, что касается концепции ВУИО после 25-го года, здесь, как вы понимаете, могут быть разные варианты, я, например, озвучу ту позицию, которая, кстати, сейчас, несмотря на разность взглядов, о которой мы поговорим чуть-чуть позже, все равно находит более-менее широкое подтверждение, что, как минимум, в этой концепции стоит прописать тот момент, что процесс ВУИО как минимум стоило бы продлить до 30-го года, до завершения времени реализации повестки в области устойчивого развития, просто по той простой причине, что, поскольку есть матрица, и действительно тематика одна и та же, этой КТ в целях развития, было бы логично подытоживать их более-менее вместе. Итак, я уже упоминала секунду, прекрасно, я уже упоминала комиссию по науке в целях развития, которая тогда делала группу для упрощения сотрудничества. В общем-то, она с 2006 года активно вовлечена в процесс ВУИО, поскольку именно с 2006 года ей было поручено проводить оценку прогресса достигнутого в осуществлении решений и последующей деятельности по итогам ВУИО. В соответствующей резолюции КАСОС, это совет, под которым работает комиссия, комиссия получила поручение собрать материалы государств, членов, всех координаторов и других заинтересованных сторон ВУИО, и в рамках своей 27-й сессии середина апреля и 28-й сессии, это уже 25-й год, КНТР должна организовать предметное обсуждение прогресса, который был достигнут за 20 лет процесса ВУИО, и уже, ну уже, понятно, через свой материнский совет, через АКСОС передать Генассамблее документ, который будет подготовлен в итогу таких обсуждений. Собственно, КНТР сотрудничает с другими агентствами ООН, и, насколько я знаю, до сих пор немножко не сдвинули время подачи вкладов, до сих пор существует онлайновый опросник, который могут заполнить представители разных заинтересованных сторон, и совместно его разработали КНТР, МСЭ и, по-моему, ЮНЕСКО. Вот, его можно заполнить и рассказать, собственно, что вы думаете насчет того, что было в рамках ВУИО достигнуты, чего еще можно сделать. Итак, мы понимаем, что новый общий обзор результатов реализации решений ВУИО, он на носу, да, и ожидаемо, что те, кто ратуют за реализацию положений тунисской программы, полагают, что, исходя из предыдущего опыта, некоторые страны могут использовать процесс обзора ВУИО плюс 20 с тем, чтобы в очередной раз призвать, усилить роль правительств к существующей модели управления интернетом с участием многих заинтересованных сторон, или, наоборот, кто-то может пытаться заменить ее частично или полностью моделей многостороннего управления. Несмотря на то, что ВУИО процесс обширный, давнишний, он, конечно, не обособлен полностью в рамках системы ООН. Он сопровождается рядом параллельных процессов, и мы понимаем, что каждый из этих процессов, он может повлиять на итоги большого обзора в 2025 году на уровне Генассамблеи, ну и даже заложить основу для отказа тех самых положений тунисской программы. Здесь я прошу у вас буквально одну минутку перерыва, я сделаю глоток воды, да, и мы начнем с вами такой более актуальный раздел. Одним из таких процессов, которые сопутствуют ВУИО, ну как сопутствуют, скорее, развивается параллель, это процесс, связанный с разработкой глобального цифрового договора. Если, скажем так, взять реминисценцию, которая к этому всему привела, что было? В июле 2018 года генеральный секретарь ООН объявил о создании группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству для выработки предложений об укреплении сотрудничества в цифровой сфере между правительствами, частным сектором, гражданским обществом, международными организациями, научными учреждениями, техсообществам и другими заинтересованными сторонами. Группа поработала, она завершила свое обсуждение в июне 2019 года и представила заключительный доклад. Это эпоха цифровой взаимозависимости. Тогда группа включила в свой доклад пять наборов рекомендаций относительно того, собственно, как международное сообщество могло бы принять совместные меры в целях оптимизации использования цифровых технологий и снижения сопутствующих рисков. Один из наборов таких рекомендаций именно был посвящен, был назван содействуя глобальному цифровому сотрудничеству. Не правда ли есть ощущение, что где-то мы это уже слышали? Итак, группа в своем отчете рекомендовала генеральному секретарю в срочном порядке содействовать процессу гибких и открытых консультаций, собственно, для разработки обновленных механизмов глобального цифрового сотрудничества. Тут хотелось бы спросить, а было бы, что обновлять? В прошлый раз не создали, хотим новое, но ладно. В качестве первоначальной цели было предложено отметить 75-летие ООН в 2020 году декларативным документом, чтобы закрепить в нем общие ценности, принципы, договоренности, цели совершенствования архитектуры глобального цифрового сотрудничества. И в мае 2020 года вышел доклад генерального секретаря «Это дорожная карта по цифровому сотрудничеству в осуществлении рекомендаций как раз той самой группы высокого уровня по сотрудничеству». Вот что, собственно, такие мысли были в 2020 году, когда этот документ вышел. Тогда многих смутило то, что на фоне призывов к более строгому регулированию деятельности Большой Четверки и необходимости формирования глобальных норм ее регулирования, в рамках реализации предложенной дорожной карты были обозначены на плане создания так называемого имеющего стратегическую направленность и не наделенного специальными полномочиями многостороннего органа высокого уровня с существенными ролями, связанными с цифровой политикой. Собственно, в чем состояли опасения? Опасения состояли в том, что такой орган может, наоборот, помочь Большой Четверке противостоять регулированию как на глобальном, так и на национальном уровне, потому что получается, что как только это высокий уровень, это равные права, то есть они становятся, это та самая многосторонняя платформа, они становятся, грубо говоря, этот орган, который предлагался тогда генеральным секретарем, боялись, что он может стать органом, который будет возглавляться Большой Четверкой, осознил он для регулирования управления Большой Четверкой. Собственно, отмечалась тогда и недопустимость того, чтобы такой высокий политический орган собственно и включал представителей корпораций и правительств на равной основе, потому что это противоречит ООО. И орган, как тогда предполагалось, мог в значительной степени полагаться на частное, то есть на корпоративное финансирование, на момент обсуждения говорилось даже об увязке получения места в нем с предоставлением финансовой поддержки, что, конечно, в целом противоречит идее демократического глобального управления и на самом деле отстраняет представителей развивающихся стран, потому что от них таких крупных игроков корпораций, которые могли бы решать, просто нет. Что ж, сентябрь 2020 года была принята политическая декларация по случаю 75-летия ООН. Это то, что предлагали сделать итоги группы, итоги работы группы по цифровому сотрудничеству. Что же здесь сказано? Просто пробегитесь по экрану и посмотрите текст. О чем говорится? Мы совершенствуем цифровое сотрудничество, важнейшая роль цифровых технологий, естественно, это возможности при этом проблемы. мы понимаем, что цифровые технологии, конечно, влияют на повестку дня, нужно обеспечить безопасность, нужно обеспечить социально-экономическое процветание. Вот я не знаю, как у вас, у меня ощущение дежавю, потому что, собственно, в документах Женевского этапа даже те же направления деятельности, они очень хорошо перекликаются с тем, что заявлено в этой декларации. Как будто бы мы это уже где-то видели, просто информационное общество и цифровое сотрудничество где-то поменялись местами. Но вместе с тем. Генеральный секретарь в сентябре 2021 года опубликовал свой доклад «Наша общая повестка дня». В ней он в качестве реакции на приведенный пассаж, который мы с вами рассматривали на предыдущем слайде, предлагает согласовать глобальный цифровой договор на саммите будущего в сентябре 2024 года. Ну, естественно, по итогам спустят все с участием всех заинтересованных сторон, правительств, системы ООН, частного сектора, гражданского общества, научных кругов, отдельных лиц, молодежь и прочее. В нашей общей повестке он также предложил ряд вопросов, которые глобальный цифровой договор мог бы охватить это цифровое подключение, недопущение фрагментации интернета, предоставление людям вариантов использования данных, своих данных, применение прав человека в интернете, надежный интернет, путем введения критериев ответственности за дискриминацию распространения попадящего в злоблуждение контент. В общем, глобальный цифровой договор запланирован как документ, который обозначит общие принципы открытого, свободного, безопасного, цифрового будущего для всех, и так и хочется опять что-то вспомнить про информационные общества и ежи с ними, но пока не будем. Собственно, учитывая историю закладывания фундамента для КЦД, мы сейчас ее посмотрели, собственно, помню о том, как обстоят дела с сотрудничеством в рамках ВОО. Ну, мне кажется, несложно догадаться, что вызывается ряд опасений в отношении того, что ВОЦД вероятно разрабатывается в качестве документа, который может стать заменой итоговых документов ВОО, и в первую, конечно, очередь это тунисской программы, чьи положения определяют. Напоминаю, что полномочия по решению вопросов госполитики, связанных с интернетом, являются суверенным правом государства. Кроме того, конечно, вызывает опасения и то, что процесс разработки документов, его модальности представляются непрозрачными. И до сих пор очень до последнего момента, буквально до недавнего времени было очень трудно добиться вообще какой-то информации, что это будет, как это будет. Прошу прощения, при этом напомню, что документ должен быть утвержден в сентябре 2024 года. Итак, на сегодня были проведены неформальные консультации с участием многих заинтересованных сторон по возможным элементам ГЦД. Межгосударственные консультации состоятся в апреле-май этого года. Их основой станет документ, который обобщит предложения, полученные в ходе неформальных консультаций. Вот по состоянию на 23 февраля 2024 года документ, подготовленный по итогам неформальных консультаций, сейчас этот документ распространен для получения комментариев, включает следующие потенциальные элементы глобального цифрового договора. Итак, как вы понимаете, сейчас рабочий документ на английском это переведенная версия, но в презентации я ее потом сброшу в чат, должны быть все ссылки кликабельными, поэтому почитать все это будет можно. Итак, что подразумевается в преамбуле? При этом я сразу оговорюсь, что те формулировки, которые даны в этом документе, они не подразумевают быть процитированными в итоговом документе, это просто как идея, это даже еще не нулевой проект документа. Итак, что хотят в преамбуле? В преамбуле хотят признать огромный потенциал цифровых технологий на благо, подтвердить, что цифровое сотрудничество конечно же будет учитывать устав ООН, всеобщую декларацию прав человека и повестку, ну и попробуем признать роль ООН в укреплении цифрового сотрудничества. Если говорить о тех принципах, которые были определены в ходе консультации, пока это 10 принципов, на чем должно основываться цифровое сотрудничество? Это устранение цифрового неравенства, в том числе гендерного, понятно, что достижение, ускорение достижения ЦУР, права человека, инклюзия и безопасное цифровое будущее для всех, расширение инноваций для того, чтобы, и при этом эти инновации должны быть инклюзивными, чтобы потенциал и преимущества цифровой экономики были открыты для всех. Опять же, это содействие доступа к знаниям, к потенциалу, к исследованиям, к технологиям, ответственное подотчетное развитие и снижение рисков цифровых технологий, включая искусственный интеллект, содействие ответственному совместимому управлению данными, здесь гибкость адаптации к будущим тех изменениям, и опять здесь проскакивает искусственный интеллект, и десятый принцип – это признание роли ответственности правительства, а также частного сектора, гражданского общества, организации объединенных наций и других соответствующих в рамках их соответствующих мандатов. Вот тут важно отметить, что к этому принципу пока в том документе, о котором я говорю, дана сносочка, в которую собственно они ссылаются в этом пункте на Женеву, на декларацию принципов и план действий. И это очень четко перекликается с С1. Но при этом хотела бы отметить, что на Тунис здесь пока ссылок нет, но об этом позже. Дальше. Обязательства и действия, которые подразумеваются в рамках глобального цифрового договора, мы помним, что ожидается, что это может быть такой, скажем, инструмент мягкой силы, мягкий правовой инструмент, то есть вроде бы мы о чем-то и договоримся, вроде бы нет, но вместе с тем посмотрим. Итак, что у нас в обязательствах и действиях? Это расширение цифрового сотрудничества. В первую очередь оно должно принести выгоды тем, кто занимается защитой и продвижением прав человека. И что тоже интересно, что основы именно для цифрового сотрудничества, оно как бы направлено на тех, кто занимается именно защитой и продвижением прав человека. Какие обязательства? Это устранение цифрового неравенства и ускорение прогресса в достижении ЦУР. И здесь вы на экране видите потенциальные области потенциальных обязательств действия ресурсов. Это понятно, что это подключение, это инвестиции в навыки наращивания потенциала, ускорение доступа к цифровым технологиям и инновациям и продвижение цифровой общественной инфраструктуры. Второе обязательство это содействие инклюзивному, открытому, безопасному, защищенному цифровому пространству через содействие универсальному, бесплатному, открытому, совместимому, безопасному, надежному, защищенному интернету. Это защита прав человеку онлайн-офлайн, цифровое доверие безопасности, здесь защита групп населения, находящихся в уязвимом положении и содействие целостности информации, борьба с недостоверной информацией и дезинформацией. третий пул обязательств это совершенствование подходов к управлению данными, то есть опять же конфиденциальность, безопасность, доступ, обмен, данные для ЦУР и трансграничные потоки данных. И четвертый пункт это управление новыми технологическими, новыми технологиями, прошу прощения, включая искусственный интеллект на благо человечества. Здесь пока области потенциальных обязательств действий ресурсов вообще не имеют никакого текста и там стоит плейсхолдер, который потом будет использоваться для отражения результатов проводимых дискуссий. Мы посмотрим, конечно, что по этому треку будет по итогам межправительственных консультаций подготовлено, но у меня есть подозрение, что это такое может быть один из это может быть слабым звеном дискуссии. Я не уверена, что в итоговом документе мы сможем увидеть этот раздел. Ну и последняя часть это последующие действия и обзор. Анализ реализации обзора результатов, мониторинг, анализ, продвижение обмена знаниями, содействие согласованности и координации между сторонами, содействие партнерству, в том числе по линии ЮК-ЮК, ГЧП, трехсторонки и прочее. Также процесс должен быть инклюзивным, прозрачным, опираться на существующие механизмы, избегать дублирования. Ну, что я могу сказать? Анализируя приведенные элементы, я не могу исключать того, что опасения у сторонников идеи, что ГЦД заменит итоговые документы в ООО, могут считаться беспочвенными. Особенно учитывая то, что в документе есть ссылка на Женевский план действий, а на Кенисскую программу, например, нет. Что нам остается? Нам остается наблюдать за процессом, который идет в Нью-Йорке и надеяться, что в рамках подобного курса, но уже перед Варфу и 25-го года, вы узнаете, что же все-таки всегда представляет глобальный цифровой договор. Ну, а в 26-м году удастся обсудить, что стало с процессом ВОО. На самом деле, у нас был очень комплексный сейчас доклад, мы рассмотрели всю историю от Женевского этапа. Как вы думаете, все-таки к истории с программой Тунисской будут ли отсылки? Есть ли шанс такой, что мы все-таки каким-то образом вернемся к тем вопросам, которые были изначально обозначены? Ну, на самом деле хотелось бы, потому что с одной стороны мы понимаем, что то, что было заложено, ну, уже, казалось бы, прошло 20 лет, и можно было бы предположить, что документы должны были бы стать абсолютно неактуальными. Но на самом деле очень интересный момент, что итоговый документ Женевского этапа, что итоговый документ Туниса, они до сих пор очень современно написаны. И на самом деле, почему я к этому возвращалась ни раз и ни два, если где-то информационное общество поменяет, например, на развитие цифрового общества, или где-то упорочение не просто сотрудничества, а цифрового сотрудничества, мы начнем видеть вот этот сход темы, сход тех хотелок, которые были тогда, которые есть сейчас, мы хотим одного и того же, вот уже на протяжении 20 лет. будет ли в ГЦД ссылка на Тунис, будет зависеть от того, как будут организованы правительственные переговоры в Нью-Йорке, потому что это чистая политика, неформальные консультации, конечно, проходили, и тоже мы знаем примерно, какие есть позиции, на Манеже все те же, если собрать Россию, Кубу, Саудовскую, Аравию, Египет, и вот ровно тех, кто на протяжении 25 лет говорит, что, ребят, давайте мы просто попробуем договориться о том, а как мы должны регулировать, поскольку мы вообще-то своим гражданам должны, вы, конечно, можете здесь нарешать, как хотите, но нам отвечать, нас просят, и до сих пор эта дискуссия вызывает проблемы. Я не уверена, что, ну, скажем так, я надеюсь, что ссылка там будет, но я боюсь, что она будет просто как-то в части, в самом начале, вот как-то обычно пометуя о, напоминая о, там примерно, где будет устав с декларацией о правах человека, там может быть будет ссылка, но посмотрим, потому что если тот процесс, который был подготовительный к ВОИУ, он был более живым, когда собирались материалы и очень было много обсуждений, то сейчас мы видим, что реальные живые обсуждения между правительствами будет там всего два с половиной этапа называется, на которых, в принципе, все уложить и умять в такой документ будет сложно, поэтому мы посмотрим еще что, собственно, что заинтересованные стороны в своих письменных вкладах надавали, но все равно я надеюсь, что ссылка будет, потому что были попытки уже на уровне, например, КНТР в резолюциях по ВОИО продавить то, что ГЦД станет продолжением ВОИ или станет его заменой, но, конечно, не получилось, этот процесс был остановлен и было сказано, что, собственно, ГЦД может развиваться, не мешая ВОИО и не перечеркивая ВОИО. Это были очень сложные консультации, но вместе с тем пытаемся как-то это уложить в два параллельных процесса, хотя, по сути, вы видите, что вот если читать, что сейчас хотят в ГЦД, читать, что хотели в ВОИО, все об одном и том же. Вопрос в том, что просто договориться нельзя. И классно, конечно, обсуждать цифровое сотрудничество, но надо не забывать, что мы живем все равно по законам, как это, вопрос про право силы и сила права даже здесь возникает. Поэтому посмотрим. Спасибо большое за комментарий. Вот ребята как раз сформулировали свои вопросы в чате. Вот Дмитрий спрашивает по смежному такому вопросу, возможно, вы обращали на это внимание, есть ли какие-то предпосылки к регулированию даркнет-пространства и реально ли вообще регулирование такого, скажем, черного сегмента интернета. Ведь цифровое общество это общество в связке с обычным интернетом и под интернетом, скажем так. Большое спасибо за вопрос. Хотелось бы, но, как вы видите, на протяжении 20 лет мы не можем договориться, как открытый интернет регулировать. И, конечно, хотя на самом деле вопрос очень актуальный, потому что, может быть, стоило бы начать именно с даркнета, потому что, как вы понимаете, там самое большое, там, по-моему, нелегально примерно все. Поэтому именно там стоило бы договориться, но, к сожалению, к сожалению, очень все декларативно. Собственно, в УИО, по которому что-то пытались, не получилось, ГЦД будет примерно то же самое. Мы вообще ни о чем договориться не можем, но хотелось бы. И про даркнета, да, это, наверное, самая болезненная тема, потому что, потому что там совершаются преступления против граждан. И, кстати, к разговору о том, что регулирование даркнета должно быть по-хорошему. И подходы к регулированию даркнета должно быть государственно быть обсуждено, потому что это уже вопросы юрисдикций и вопросы преследования за преступления. Да, спасибо большое. Тут есть вопрос от Семена, он достаточно такой обширный. Имеются ли какие-либо иные наднациональные структуры, требующие или пытающиеся перехватить основную повестку по управлению интернетом и предложить альтернативные варианты глобального регулирования? БРИКС, например, или что-нибудь подобное? Ну, скажем так, сама тема, она, конечно, проскакивает, ну, именно так, скажем, проскакивает тихонечко, аккуратно во многих декларативных документах разных объединений региональных, межрегиональных, те же БРИКС и прочее, но все-таки, все-таки, перехватить, понятно, никто ничего не может, потому что, во-первых, было бы чего перехватывать, да, мы вот все упираемся в том, что у нас здесь только дискуссия, ну, уже хотя бы договорились о том, что давайте вести дискуссии там, где мы договорились вести, вот широким составом давайте мы будем обсуждать на фуе все проблемы, но есть нюанс, потому что нет механизма, который мог бы принять решение и не сказать, так, все, собрались, вот так делаем, так решаем, когда был, когда была идея раньше, когда была группа по упрощению сотрудничества, хотели создать механизм для того, чтобы государства могли под шапочкой ООН спокойно это обсуждать, делать, договариваться, тогда об этом не договорились, а потом в докладе в дорожной карте Генсека мы увидели предложение насчет того, чтобы, а давайте создадим, чтобы на равных с большой, допустим, той же четверкой обсуждать, и тут вообще все стало колом, потому что все прекрасно понимают, что да, они транснациональные, но надо не забывать, в чьей юрисдикции они работают, и тут развивающиеся страны тоже так немножко в бровь поползла вверх, с вами, может, не надо, вот, поэтому пока я верю в то, что этот трек по решению того, а сможем ли мы вообще что-то обсудить, где мы это будем обсуждать, это все равно останется ООНовская тусовка, потому что, ну, на самом деле, любое другое объединение, я не думаю, что намеренно просто застопорить и прекратить обсуждение по всем другим вопросам у себя, потому что только ты принесешь на стол вопрос управления, вопрос, политический вопрос, касающийся управления интернетом к себе, ну, тут все, тут мы все закончимся, потому что надо понимать, что надо всегда еще смотреть географический состав БРИКС, БРИКС тоже, например, такой по составу, где очень будет трудно договориться по этому аспекту, вот. Тем более, учитывая, что такую уже достаточно продолжительную историю решений и взаимоотношений в рамках, начиная там с Туниса и дальше, да, будет сложно конкурировать с уже принятыми какими-то, ну, так, обсуждаемыми идеями. Вот еще один вопрос, да, мы уже много раз акцентировали внимание на том, что не все могут договориться, не все государства готовы к этому диалогу и выстраиванию сотрудничества. А как вы считаете, есть ли какие-либо пути решения данной проблемы? Заставить там никого мы не можем, но вот, может быть, какие-то есть идеи. Вы знаете, мне кажется, вот тот момент, когда бы мы могли это сделать, мне кажется, он пройден. И вот он был, хорошо бы было ковать железо вот тогда, когда был Тунис и сразу после. потому что все равно еще на тот момент друг с другом в большей степени разговаривали государства. Сейчас, давайте так, если в 2018 году доклад генсеку уже забеспокоил, что там большая четверка разойдется, то сейчас совсем другое расположение силы. И понятно, что договориться без участия крупных игроков частного сектора невозможно. А при их присутствии мы никогда не договоримся о том, чтобы их кто-то мог регулировать так, как кто-то должен. Так, например, сказать, так, ребят, нам нужно помогать, давайте делать, давайте договоримся. Вот в этих аспектах вы должны будете нам помочь, дать информацию и прочее. Нет, так, к сожалению, не будет. Поэтому, что касается ГЦД, это будет, на мой взгляд, очень такой пафосный, красивый, звонкий документ, где половина документа будет про гендер и права человека, но где вот про то, что делать и как вместе договариваться, будет примерно ничего, ну или очень мало. Хотелось бы, конечно, чтобы, может быть, какие-то направления все-таки были заданы, но слабо верится. И на самом деле с ГЦД вот очень интересно, если позволить маленький комментарий, я об этом не говорила в лекции, очень было интересно, когда процесс начался и его очень боялись, очень его боялись, развивая, очень боялись его, те, кто поддерживают Тунис, просто по той простой причине, что думали, сейчас все, все, нам сейчас все отменят, сейчас проведут саммит будущего, скажут, что мы отменяем ВОО, и у нас новый процесс. И все вспомнили, как готовились к ВОО. Все вспомнили, два этапа, подготовительная платформа, все, здесь у нас, что мы не, в сентябре нам принять текст, сегодня конец марта, но в лучшем случае в начале мая мы увидим, точнее так, в середине апреля мы увидим нулевой драфт. Есть подозрение, что туда, ну что-то прям вот все проблемы мира вряд ли смогут включить. В этом посмотрим. Но в любом случае это решение вот таких документов, это будет ровно зависеть от того, кто будет сидеть в той комнате, которая будет на межправительственных, согласовывать это в Нью-Йорке. Это вообще может быть абсолютно не то, что мы ожидаем. Это будет зависеть от того, насколько крепкие эксперты сидят в комнате, вот они закрылись, договорились, как будет, так будет. Так происходит, это нормальный процесс. И эти обсуждения будут вот до ночи. Или может ничего не будет. Интересно. Будем, будем ждать новостей. Я немножко поменяю порядок вопросов. Я, ребята, все в чате вижу. Если у Марии еще есть время, я надеюсь, что мы вас еще немножко помучим. Да. Останется ли рабочим формат IGF? Или, как вы думаете, будут предложены какие-то другие форматы? Вообще, как тут с IGF интересно. Потому что, если мы опять обратимся к тому, что писал генеральный секретарь в свое время в своих документах в общей повестке, как раз в дорожной карте, которую он давал как реакцию на работу группы высокого уровня, в общем-то, вариант даже, например, укрепления и расширения функционала в ФУИ, он рассматривался. При этом сейчас, вот, скажем так, по-хорошему, ФУИ завязан на Тунис. Продлим ВУИО, продлится ФУИ. Но если несколько лет назад, как раз, когда генеральный секретарь начинал свои изыскания в этой области, выдавал документы, нам казалось, что сейчас ФУИ просто станет мощью-мощью машины-машины, и вообще больше никто нигде никогда не обсудит интернет, то в последнее время, учитывая, что как бы итоговые документы ВУУ могут быть под некоторым ударом в связи с ГЦД, есть опасения, что в ГЦД будет разработан новый формат. Но, в принципе, как, скажем так, как формат для обсуждения с участием многих заинтересованных сторон, все равно платформа такая должна быть. ФУИ себя зарекомендовал как хорошую платформу, стабильно собирает аудиторию, стабильно люди выступают, вопрос в том, что очень трудно работать в форматах, которые не дают практически выхлопа, но это, простите, это для каждого из такого форматов актуально. Ну, конечно, можно писать какой-нибудь, там наверняка есть какой-то итоговый документ, так же, как у формулы, но все важно, все классно, но нет практических вещей, которые можно было бы реализовать, как это сделать. Ну, поэтому, скорее всего, либо этот формат, либо какой-то подобный, он будет существовать, но мне почему-то кажется, что он останется, потому что тоже очень много заинтересованных сторон в нем, и поэтому... Ну да, он такой исторически сложившийся формат, исторически сложившийся это реклама, это продвижение, это более свободная дискуссия, и при этом тебе еще ты можешь, в принципе, говорить что угодно, это не фиксируется, это не отражается, и поэтому сама дискуссия более живая и такая, может дать, по крайней мере, средний такой, скажем, срез по больнице, а что вообще происходит в области, поэтому нормально. Но я думаю, что он останется. Ну, кстати, вы упомянули этот момент про практику. Вот Марина в чате отмечает, что кажется, что есть такая тенденция, что все встречи, которые касаются управления интернетом, в основном намечают цели, но не предлагают каких-либо решений. Так ли это, или вообще возможно, практическая реализация ГЦД? Ну, скажем так, здесь опять я буду по параллели проводить свою луку, почему я так много времени уделила. Потому что на самом деле замена не замена, а процесс-то очень похожий. И я боюсь, что никаких механизмов практической реализации, касающихся именно вопросов управления интернетом, достигнуты в ближайшее время. потому что, ну, во-первых, даже мы читаем про ГЦД, один из пунктов, это дезинформация, это информация, которая является недостоверной, потому что там misinformation и disinformation. Русские, к сожалению, пока еще не придумали, как классно перевести, чтобы точно понимать, что о чем. Поэтому ГЦД, это будут принципы, будет сказано, ну вот, вот вы из этого исходите, будет нормально. Но опять же, на практике, вот, что мы договариваемся, вот так сделаем и получим такой результат, ничего не будет. Потому что на ВОО, что написали, надо посотрудничать, давайте сотрудничать. Группу созвали, созвали. Поработали так, что даже отчета о том, как поработали, не смогли отдать комиссии, потому что просто, как, всегда будет группа стран, которая будет говорить, что есть одно мнение, и оно правильное, других нет. Мы всегда будем упираться в том, что нужно показывать дискуссию во всех ее преломлениях, в противном случае, тогда к чему мы здесь собирались. Поэтому для реализации на практике я пока не верю. Это сложные процессы, которые, да, относятся ко всем государствам, и каждый государств должен быть по своему. Ну, кстати, да, вижу от Марины комментарии, что для одного это информация, что для другого истинно. Вот. Вот в этом тоже проблема. И, собственно, принцип хороший, а как реализовывать будем? Кто-то будет просто... Да, то есть, на самом деле, для этого тоже механизмы мы не помешали. Но как? Мы сами сейчас классно наблюдаем, как одна и та же информация может прекрасно подаваться абсолютно под разным соусом. Вот я немножечко изменила один из вопросов в чате. То есть пока у нас не будет каких-то глобальных однозначных договоренностей к каким-то узконаправленным глобальным инициативам, пока перехода мы такого не будем наблюдать. Например, по глобальному регулированию данных. Или вот Дмитрий тут в чате упоминал защиту интеллектуального права в сети интернет. Да, это тоже большие вопросы. Или есть уже какие-то, так скажем, подвижки для отщепления какой-то тематики в отдельную дискуссию? Так что самое интересное, они дискуссии отдельные ведутся по этим трекам. То есть вот если посмотреть на начинку того документа, который я цитировала в презентации, по всем этим трекам дискуссии обширные, да, внешние идут. Но только нет никаких документов, которые бы обязывали стороны что-то делать во исполнении этих принципов. Вот в чем затык. То есть, да, есть для каких-то тем, допустим, не знаю, в МСЭ есть резолюции, которые посвящены инфраструктурным вопросам, сокращению цифрового разрыва, в том числе гендерного. Они есть. И да, там есть раздел, где призываются государства-члены к определенным действиям. Но это все. То есть это надо сесть, договориться, сказать, вот мы к этому времени все делаем. Поэтому, ну, поскольку, да, тоже вот я вижу от Андрея комментарий, что в интернете все добровольно, но вот пока все в интернете добровольно, вот и как бы добровольно управляем, как можем, договариваться, может быть. Может быть, и не надо. Хотя, учитывая, какое значение сама, сам интернет вообще сейчас имеет для нашей жизни это вот, это вот эссири, как, это примерно для меня те же обсуждения, как размещение оружия в космосе. Это вот так же важно для людей. То есть это должна быть полноценная нормальная дискуссия, с договоренностями. Чего мы допускаем, чего мы не допускаем. В противном случае, когда совсем все свободно, не связано и легко, просто оно может в один день посыпаться и не будет никаких гарантий, что, да, поскольку сельцы именно связаны, не будет никаких гарантий, что просто тот отвалится, а то какой-то сегмент выпадет, а все остальные не заживут. Нет, мне кажется, это всегда эффект домино, и поэтому было бы неплохо все-таки о базе договориться. Ну, посмотрим. В истории есть хорошие примеры, ну, по крайней мере, какое-то время действующее договоренности, которые выполняются, да, там, по ядерному регулированию тоже, да, можем сказать, что все-таки были моменты, когда это все было достаточно стабильно в этом плане. Будем надеяться, что на самом деле скоро все осознают, насколько нам важен интернет. Вот, хотя, да, сегодня уже упоминали, Евросоюз и их законопроект о регулировании искусственного интеллекта, да, то есть какие-то все-таки начинания, практически реализации уже в этом направлении существуют. Будем посмотреть, как говорится, да. Спасибо вам большое за уделенное время, на то, что вот сегодня, несмотря на то, что еще не совсем восстановились, все-таки смогли принять участие. Было, по-моему, очень системно и интересно. Спасибо. Спасибо большое за такую прекрасную возможность выступить с лекции. Я вижу, что аудитория достаточно обширная. Тогда я передам вам все материалы, вы расшарите их дальше, и я надеюсь, все будет кликабельно интересно. Но вообще так, скажем, небольшое напутствие. Когда мы говорим о новых процессах, всегда смотрите, как обсуждались старые. Так немножко понятнее будет. В общем, вывод тоже, кстати, интересный процесс, очень можно долго и безудержно о нем говорить, это могло бы быть и 3-4 лекции, но, конечно, у меня нет такого ресурса. Спасибо большое всем хороших оставшихся лекций, хороших выходных и всего самого доброго. Благодарю. Спасибо вам еще раз. Берегите себя и близких. Вот ребята, да, в чате вас благодарят, тоже присоединяются. Да. Спасибо большое. Хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok